Здравствуйте! На ваших экранах еженедельная программа Калейдоскоп. И сегодня, как обычно, мы расскажем вам о людях и событиях, которые оказались в центре нашего внимания на этой неделе. Совсем недавно в нашем городе прошло главное модное событие этой осени – Fashion Night 2015. В мир моды решили окунуться и мы. Так что о самых ярких моментах этого мероприятия вы узнаете прямо сейчас. Сегодня мода для большинства рязанцев не просто звук, а реальные тенденции, которым стараются следовать и в соответствии с которыми стараются создавать свой неповторимый образ не только женщины, но и мужчины. Узнать о том, что будет модно в этом сезоне, приобщиться к миру рязанского гламура и стать свидетелем настоящего шоу – все это стало возможным на Fashion Night 2015. В этом году организаторы постарались превратить ее в настоящий праздник с огромным количеством сюрпризов и подарков, среди которых оказалось и выступление артистов балета Большого театра. В первую очередь все наши гости приходят к нам как на праздник, на модный праздник, на модные события, где они встречают своих близких, друзей и удивляют друг друга своим внешним видом. Все же на этом вечере основное внимание было приковано не к образам приглашенных гостей, а к образам моделей, которые в самом начале праздника продемонстрировали публике новую коллекцию ведущих итальянских брендов. Она буквально накануне прилетела в Рязань из Милана. Новые коллекции представили рязанские дизайнеры, среди них Ольга Султанова. Платье, стол, меховые накидки, кожаные комбинезоны. Она не боится экспериментировать, создавая порой диаметрально противоположные образы. От элегантной воздушной чаровницы до агрессивной гламурной женщины-вамп. В перерывах между дефиле Ольга рассказала нам о том, что будет в тренде в этом сезоне. В первую очередь хочется обратить внимание людей на цветовую гамму, которая актуальна. Это, естественно, черный и белый цвет. Это классика, которая не выходит из моды. Вы всегда будете актуальны в тренде. Красный, сочный. Тоже сейчас Новый год, говорят, только в красном встречать нужно. Ну и понятное дело, что осенне-зимний период – это спокойная гамма, коричневая, бордовая, такой темный, зеленый, приглушенный цвет. Вот такие цвета. В плане стилистик, то это casual, безусловно, потому что мы живем в такое время, когда нужно постоянно быть в гонке, куда-то спешить и хочется в удобной одежде, собственно, быть. Ну, также у меня в новой коллекции присутствует не офис-стиль, это как бы классика, но усовершенственная. Вот. И, естественно, гламур, куда без него, это платье разнообразное. Причем не только на вечеринку их можно сейчас носить, но и везде быть красивой нужно. Мода – это не только одежда, но и образ в целом. Мастера парикмахерского искусства Рязани творили на подиуме настоящие чудеса. Буквально за считанные минуты на глазах у изумленных зрителей полностью перевоплощались не только женщины, но и мужчины. Мы приготовили, на самом деле, очень хорошую мужскую коллекцию. На самом деле, женщины могут позавидовать новому году мужчинам, потому что и крашеные волосы, и эксклюзивные формы бород, и соответствие цветов волос и бород, и также бровей – все соответствует именно тенденции моды. Но, тем не менее, женские образы тоже будут очень яркие, потому что в этом году точно так же, как и в прошлом, преобладают пастельные тона. И это будет, скорее всего, превалировать на протяжении всего будущего года. Останутся пряди, но все-таки это будет нежность, это будет женственность, это будет, даже если это будет градация цветов, это будет не так контрастно и интенсивно. В этом году на Fashion Night была представлена коллекция детской и подростковой одежды, которую продемонстрировали юные начинающие модели. Ну а на конец вечера припасли самая интересная коллекция нижнего белья от Мир Тевелес. Достаточно редко на рязанских показах можно увидеть нижнее белье. Вот сегодня чем ты порадуешь рязанцев? Ну а сегодня я порадую весьма пикантной историей, которая отсылает нас во времена аристократии, когда мы видим легкий шоу, который едва прикрывает прекрасную форму наших рязанских моделей. Много бархата, немножко золота, как пикантная деталь, но, пожалуй, все. Остальное шоу. В этом году организаторам действительно удалось сделать из ночи мода настоящее качественное шоу. Жаль, что в Рязани подобные мероприятия устраиваются нечасто, но зато мы каждый раз с нетерпением ждем. Еще одно яркое событие минувшей недели. Открытие довольно необычной выставки в Рязанском Кремле. Что же в ней такого необычного, спросите вы. Но, согласитесь, не каждый день можно посмотреть на осколки метеоритов. «Камни земные, небесные, царские». Уже из названия становится понятно, какого рода экспонаты предстоит увидеть посетителям Рязанского Кремля. Но вряд ли кто-то предполагает, насколько необычны представлены здесь минералы, камни, а также изделия из них. 169 экспонатов было привезено из Московского минералогического музея имени Ферсмана для того, чтобы познакомить рязанцев со всем многообразием существующих на нашей планете и за ее пределами минералов. Цвет, блеск, облик кристаллов, уникальные окраски и рисунки, созданные на подделочных камнях самой природы. По этой экспозиции не получится бездумно пробежаться. Здесь каждый экспонат требует особого внимания. Вот, казалось бы, обычный гранит. И вдруг выясняется, что именно он является визитной карточкой нашей планеты. Оказывается, нигде на других планетах и на других космических образованиях этого нет. Но здесь мы показываем гранит во всем его великолепии. Здесь минералы, которые составляют гранит, и даже ювелирные камни, которые можно получить из минералов гранита. Здесь же представлены минералы, прилетевшие к нам из глубин космоса, осколки Челябинского метеорита и даже так называемые хандриды. Метеориты, которые остались от самых первых этапов формирования Солнечной системы. С одной стороны, метеориты – вещь довольно редкая. То есть на каждом углу они не валяются. Но с другой стороны, за всю историю Земли, на Землю падло огромное количество. И, можно сказать, что значительная часть даже грунта, по которому мы идем – это космическая пыль, которая когда-то оседала на Землю. Но вот так, чтобы подержать в руке действительно кусок какого-то космического тела, это дается довольно нечасто. Но, как оказалось, у нашей Рязанской области есть преимущества. Здесь всего лишь 15 лет назад в районе Касимова был найден один из крупнейших метеоритных дождей. Так называемый метеоритный дождь Дронина. С осколком этих железных метеоритов также можно познакомиться на выставке. Здесь же вы увидите экспонаты, связанные не только с историей Солнечной системы и планеты, но и с историей более близкой, связанной с русскими монархами. Коробочка с профилем Петра I и Карла XII на лабораторе из коллекции Екатерины II, переданная императрице-горнозаводчиком Турчанниковым «Малахит», а также невзрачный коричневый камушек «Халцедон», привезенный Николаем II из Японии. Оказывается, последний русский монарх был достаточно образованным в части минералогии. У него в программе школьного обучения была и минералогия. И вот когда он еще, будучи цесаревичем, ездил почти в кругосветное путешествие по Азии, через всю Россию, когда он был в Японии, там, судя по всему, ему очень запомнилась такая местная разновидность халцедона, бурого цвета, которую местные называли вяленое китовое мясо. Судя по всему, очень похоже было. Значит, вот этот камень он подобрал, привез в Петербург, и потом уже это попало в коллекцию минералогического музея. За 300-летнюю историю минералогический музей накопил огромное количество уникальных экспонатов. И сегодня у рязанцев есть возможность познакомиться с некоторыми из них, не уезжая из города. Выставка будет работать в певческом корпусе Рязанского Кремля до 20 декабря. Не за горами Новый год. И в следующем сюжете мы расскажем вам о ребятах, которые помогут вам создать настоящее праздничное настроение. Здравствуйте, друзья! Ансамбль прибой на дыху флагов и отличное настроение. Вокстрок 3-3-бэнг. Свадьба к Мавильновке! Музыканты этого небезызвестного в рязани ансамбле точно знают, как подарить своим слушателям отличное настроение. Песни из известных фильмов и мультфильмов, любимые незабываемые хиты и, конечно же, душевные песни. Композиции собственного сочинения. Из-за таких, как ты, из-за таких, как я, из-за таких, как мы с тобой не спим, в противный город. Ансамбль фокстрот-бэнг «Свадьба в Малиновке» образовался 5 лет назад совершенно случайно. Музыканты, которые в итоге составили костяк группы, познакомились во время выступления на свадьбе. Там им пришлось вместе поработать, и, видимо, такая совместная работа пришлась им по душе. Дело в том, что у каждого из музыкантов, который играет сейчас в коллективе, отдельно каждый большой, очень большой был творческий путь. И каждый уже поиграл в разных проектах, и что-то не устраивало, не совсем выкладывался, как артист. И мы решили создать такой коллектив, в котором мы бы играли то, именно что хотели. Ну, возможность самовыразиться, конечно, через группу, да, через игру в коллективе. Потому что играть одному там – это совсем одно, а играть в коллективе – это совсем оно, конечно. Ощущение сплоченности. Сначала появилась идея, потом название, а затем уже образы и репертуар. Конечно же, все музыканты разные. У каждого из них свой музыкальный вкус и свои песенные предпочтения. Именно поэтому все композиции, над которыми работает свадьба в Малиновке, получаются довольно необычными. И даже, казалось бы, знакомые нам мелодии звучат несколько иначе. У нас много своих песен, которые мы сами сочиняем, которые сами аранжируем. И если мы берем что-то, все-таки мы играем и на свадьбах, и на корпоративах. И если мы берем что-то чужое, то мы привносим очень много своего. Какие-то юморные моменты и с музыкальной стороны, какие-то вставочки, из других композиций смешиваем. И также меняем местами текст. Примерно так и получилось с одной из песен Бориса Гребенщикова. Ребята изменили мелодию, немного переписали текст и преподнесли свой шедевр на СОДБГ. Ему очень понравилось, и мы обменялись взаимно. Он нам дал право исполнять его песню, она как раз вошла на наш последний альбом. А мы ему эту песню отдали, чтобы он мог ее тоже использовать в каких-то сборниках. Сегодня же свадьба в Малиновке продолжает свою работу, записывая альбомы, гастролируя не только по России, но и за ее пределами, и, конечно же, готовясь к новогодним праздникам. Дело в том, что Новый год все-таки это такой праздник, там есть момент сюрприза, и не хотелось бы все сюрпризы раскрывать, но могу точно сказать, что на выступлениях будет очень много вкусного музыкального, будут фирменные подарки от нашего коллектива, от свадьбы в Малиновке. Каждый из участников получит такой подарок. Вот это все будет. Будет то, что можно лицезреть, слушать, и то, что можно будет потрогать. В общем, нам осталось только ждать, следить за городскими афишами. Хотя есть еще один вариант. Пригласить свадьбу в Малиновке на свой корпоратив, где можно будет и повеселиться от души, и насладиться их музыкой. Ну что ж, это все, что мы хотели сегодня рассказать вам. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова